всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё в бритьё в бритьё в бритьё суть сегодняшнего видео мне нужно испытать станок прежде чем дать окончательно одобрям для запуска его серию этот станок сейчас вы увидите на крупном плане это вторая вариация этого станка первую нержавеющим я прогнал без вас я составил представление об этом станке для меня он испытание прошел подробно сейчас расписывать свои ощущения от всего этого не буду дабы не получилось как со стартом а то там экспериментальные образцы в декабре выдал всю гамму что я об этом думаю а люди потом до февраля ждали когда ты когда где дай дай так что ребят если уже заказали на прошлой неделе то это полтора два месяца ждать пока вот эта вся красота выйдет но это что касается нержавого алюминиевую версию этого станка я еще не пробовал и вот сейчас именно это нужно испытать и понять так ли он хорош бритье как его нержавеющий собрат или все-таки будут нюансы поэтому выйдите на крупный план смотрите кому там на что интересно я начинаю подготовку ну а вы догоняете не уверен что это сейчас нужно делать ну что-то вот сам себе такой сценарий нарисовал давайте ему следовать и будем rockwell 6s нержавеющая сталь канада вот собственно с этой красоты то все и начиналось когда-то давным-давно когда я впервые его взял в руки сделал первый обзор на русскоязычном в ю тубе я был поражен этим станком в первую очередь не только его внешним видом но тем как он бреет потому что лично для меня это был кассетник в мире тэши так уверенно так изящно так ну прям практически безопасно брил и этот станок просто не мог не остаться незамеченным потом со временем появилось определенное количество людей которым стало скучно с этим станком но ввиду его предсказуемости то есть какие-то сюрпризов ждать от него ну то есть он всеядный какой лезвий не поставь он будет брить до со временем вы научитесь различать нюансы из разных лезвиях но тем не менее жрет практически все редко редко появляются люди у которых но есть какие-то лезвия которые на этом станке ну просто не заходят и я начал думать я начал думать но идея двухсторонней плиты мне конечно же была не безразлична и я уж не помню как не знаю как но мы связались игре с нефтью юганской и вот это первые эксперименты игорёха добрая душа даже и просить не пришлось хлобысь и сразу вот своя вот такие вот штуки грубо говоря просто слепил копию сейчас только до меня дошло что игорёх в принципе это счастливый человек если у него какой-то тэшки не хватает он вот может себе из пластика сделать и будет счастлив но как сами понимаете это не есть предел совершенству это все-таки пластик ну и не той системы у него 3d принтер чтобы вот как-то серьез воспринимать такое изделие ну как для самого себя то да почему бы нет можно и попробовать но если так вот для людей то это не то но и плюс тут видите тоже это все-таки року вот тут все ясно и понятно сразу дальше больше стали рыть в другую сторону почему стали потому что был я не один мне помогал денис деденко наша меч спасибо ему огромное он нарисовал первые чертежи вот этой головы благодаря которым люди на производстве переработали за тащили под себя и на свет появился вот этот вот красавец монстрюга весом под сто двадцать четыре грамма ручка здесь будет другая но тем не менее это та самая первая голова которую я вот попробовал нержавая и в принципе благодаря вот этой голове сколько было на неделе три назад я составил представление об этом станке забегая вперед могу сказать да испытание прошел и в принципе это мне его работа понравилась в деталях и более так развернуто подробно я это все расскажу потом когда выйдет первое изделие вот таких станков сейчас заказано 30 штук вот сейчас думаю увеличить это до 50 или нет но вот пока на этой цифре остановились как сами понимаете идея от рокула да есть но это конечно же не рокул начиная с того что голова более длинная чтобы скрывать все лезвие полностью сейчас я сомневаюсь в своем выборе рассчитываю на ваши комментарии что вы скажете может быть все таки вернуться к варианту 41 миллиметр как у самого рокула ну а что касается самой геометрии внутренней ребята изгиб лезвия другой габ другой вылет резвия другой утопленность лезвия тоже другая здесь от рокула идея только двухсторонней плиты все это вот единственное чем рокула поспособствовал и чем он был донором вот такая красотулина появилась крышка крышка вот такая но брился я не с этой ручкой это вот появилась только-только недавно совершенно мне тогда помогала кардан помогал этому подлецу все к лицу он смотрите вот 0 9 голову который выйдет с новой серии открытая вот так вот он преображает и вот так смотрится и у меня такое стойкое подозрение что он может преобразить не только 0 9 но наверно практически любую голову которая его при пиндюре вот смотрите как будет смотреться допустим как бы разница есть согласитесь но это уже более тяжелый вариант если в этом варианте это сто двадцать четыре грамма то здесь уже где-то там аж сто тридцать пять и вот такую вот сто тридцати пятиграммовая махина я и махался меня этим не испугать мне такой вес комфортен и нравится ну вот имейте ввиду все бы хорошо но нержавая версия слишком дорога в производстве производитель об этом ну честно предупредил говорит ребят ну извините но будет вот так и это вот так меня конечно ввергло уныние потому что цена была ну реально не низкая и стали думать ребята как так чтобы вот дешевле то сделать он говорит но если в половину уронить то говорит это надо говорит вот чего делать с алюминия потому что он легче обрабатывать потому что временно обработка уходит меньше инструмент летит меньше и туда конечно же можно сократить по энерго и всем затратам но опять же алюминий стоит дешевле и вот тогда вот нужно так за алюминий то я ни капельки не переживал не беспокоился потому что его прочности более чем для наших дел то есть и как бы многие фирмы страдают тем что выпускают помимо нержавых металлических версий еще и алюминиевая вес меня не смущал меня а как вот скажем так ну а как вы это воспримите потому что я не помню чтобы у нас как-то на эти широко в россии алюминиевые станки были раз распространены ну вот будет два варианта один вот такой как вы сейчас видите он покрыт полностью это по моему это не оксидирование я уточню все это точно скажу вам но сами производители называют два варианта то есть по цветовой гамме это черный и красный но красный что-то я как-то знаете не это самое решил не рисковать хотя посмотреть что за красный может еще и нормальный это какая-то короче упрочнение поверхностного слоя с повышением его твердостных характеристик то ли цементирование то ли еще что-то ну короче это вот какая-то вот такая вот штука и да это тоже голова на 43 миллиметра на лезвие будет скрывать что-то там вот беленькая вот не вижу чего надо будет потом получше рассмотреть и вот такой вот алюминиевый вариант с одной стороны возможно вот такая надпись с другой стороны просто единица но производители не всегда понимают что требуется от этого поэтому просто единицу и поставили они забывают что с одной стороны это одна агрессивность другой другая сам для себя взял линейку замерил расстояние до средней плиты и теперь знаю что внизу цифры более агрессивный показатель вверху менее агрессивный вот сегодня вот такими штуками и будем бриться налога угадайте откуда это вот был у меня совсем недавно разговор с одним человеком который запал на американский станок блубер доски где там черепушка помните да ну вот и что-то в голову пришла такая мысль а чего бы нам то не попробовать ну вот и попробовали как это смотрится со стороны ну надеюсь от вас услышать по моему я не знаю фиг его знает короче я к этому ровно ребята скажете оставлю скажете убрать уберу ну вот такой вот вариант по крайней мере не совсем ровный потому что вот здесь он чуть-чуть заниже мне кажется да и вот сюда вот нам было поднять но тем не менее ребята это могут делать как на алюминиевой так и на нержавых версиях полностью ну и второй вариант с более агрессивной плитой вот такой вот мне кажется это более правдоподобный вариант нежели вот этот какой-то более спокойный что ли менее вырви глаз но с другой стороны есть какая-то пидоза вы помните какую я как было нарисовано вот нет у вас какого-то китайского такого подтекста вот что-то вот с другой стороны блин я хрен его знает короче вообще надо вот это не надо вот вот это просто пробный пробный на ваше усмотрение лезвие учитывая агрессивность то что на первой плите и как в нержавой версии так и в алюминиевой реализована третья четвертая плита по рокволу приблизительно ребята для пристрела просто приблизительно а на второй плите у нас реализована шестерка семерка по рокволу тоже опять же приблизительно потому что тут все свое я уже говорил об этом но я думаю что церемонится давайте на физера поставим да и так чтобы уже точно понимать и знать чего от этого красавца ждать я думаю в том и другом случае поставим новая канолевая начнем наверно с минималки то есть вот сейчас это будет тройка по рокволу вот так вот она все будет выглядеть для того чтобы нам получить тройку единицу ставим прямо а потом впоследствии во время бритья просто это перевернем да и все закручиваются нормально закручиваются чуть-чуть с натягом лезвие двоечку ставим вверх еще убытность когда пробовал нержавую версию переворот плит ну происходит быстро моментально ну и давайте посмотрим что у нас по факту получается сейчас в теории на этом станке у нас стоит троечка а здесь сразу же шестерка лезвие физер потом последствия мы с вами перевернем и низ единица это четверка они из двойки это семерка давайте посмотрим так крупнее наверное давайте с минимального начнем это у нас сейчас троечка стоит ну вот сейчас после того как поставили лезвие вот это вот лога она уже не смотрится липоват она вроде как даже в кассу ну посмотрим и шестерка я думаю вам интересно посмотреть как будет выглядеть семерка поэтому в обзоре то перекину так без камеры а здесь наверно все таки переверну сразу и хочу вам показать ну вот это что касается станков помазок помазок ребята это просто шо бомба я вам скажу у меня и для вас для себя просто охренеть какая феерическая новость недавно андрей прислал письмо и говорит он сам не с первого раза разгадал этот помазок только с 3 4 и говорит вадим если он тебе нравится горит то вот горит прими как подарок и после того как он это сказал не просто охренел ну андрей просто без слов я тебе уже написал ответ дал но вот так вот чтобы вот голосом это выразить андрюха вот от всего всего от моего сибирского сердца твоему украинскому вот такой здоровый здоровый да у нас холоднее да у вас теплее но я вижу что душа такая же широкая как у нас сибиряков то есть даже вот как-то не то самое ничтоже сумявшееся как-то это все выскочило и я написал не сказал тебе в этом в письме я найду способ как сказать тебе спасибо потому что это это не просто подарок это это роскошный просто царский такой на стол тут кругом всего так земля подпрыгнула вот хлопец держи и радуюсь и себя и людей ну то есть это просто но без комментариев это вот хоть час магазин за горилкой бежи на стол ставь и давай отмечать все это дело просто шикарно как сказать спасибо я придумаю и ты это узнаешь когда распечатаешь посылку обратно которая поедет тебе вот ребята сегодня у нас будет вот этот король 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 но король помазков я не могу так сказать потому что короли это хватает а вот то что я точно могу сказать это король мягко бархатистости что ли король комфорта то есть вот это вот это знаете как мягкий диван как мягкое сиденье в шикарном автомобиле вот что-то типа такого то есть вот сегодня он будет на обзоре хочу еще раз его прогнать тем более обстановка смотрите какая ну и еще один хлопчик с украины сегодня будет это вот у нас медиатейшн youtube channel home like от стасах джаста хобби 19 года производства не могу не удержаться чтоб его сегодня запустить ну смотрите вот вот такое королевство у нас сегодня будет ну а чтобы вишенку на торт прошу прощения от волнения даже голос сел а вишенка на торт сегодня у нас будет вот к этой чудесной великолепной украинской компании будет у нас сегодня третий собутыльник от нас от сибири благодаря дмитрию платахину это у нас бальзам после бритья живицы кедровой женщин им и ментолом ребята живица и женщин я не знаю чего от этого ждать но блин само по себе сочетание понимаете да то есть что тут будет я остаюсь в догадках но что-то будет и плюс ко всему у нас еще сегодня учу то есть вот так вот это все будет так что что будет пошли смотреть запах конечно умыло я вам скажу ребята он какой-то он как мираж с одной стороны он напоминает вкусную жвачку не ту которую сейчас на каждом повороте продают и не пойми что все эти орбит и шморбит и вот это вот все нет вовсе нет на это во времена моей юности что-то там бабл гам болик лёли что там еще было то вот что-то вот такое но очень интересно а другой стороны там жвачка рядом не стоял здесь что-то такое какой-то свой какой-то конгломерат такой надо будет добраться посмотреть что там за компонентами его сейчас разложить не могу могу сказать одно это нравится по силе запах это примерно где-то троечка из банки из пяти возможных мозг не выносит не забивает и почему-то вот именно в этом запахе я думаю что это может быть и хорошо что вот такой знаете массовый удар не несет потому что вот как есть так есть мне вот это вот нравится она не навязывается но как только он тебе нужен он сразу тут вот что-то вот типа такого так ну ладно сейчас делаем юшку сделаем пришейф была мысля такая сегодня еще чтобы полностью украинскую обойму собрать еще и чашу от александра тернавского поставить которую-то от украинских мастеров он подогнал но подумал что лучше в отдельный обзор в отдельное дело производства это вывести вместе с его мылом 3p вот тогда с этой чашечкой поиграемся так юшка быстро занялась мы лица отлично почему-то глядя вот на это мыло мне кажется что все будет хорошо я понимаю что это им ховщина но все равно почему-то вот такое ощущение и так ну чё компресс делаем пену и так давайте начали делаем пену ну сделаем пену грубо говоря потому что мы сейчас просто загрузим помазок убрал лишнюю влагу из андреева красавчика андрюха еще раз тебе огромное спасибо первая мысль была сейчас хочу вытащу под подушку никому не отдам и все не буду показывать еще хвататься им что да нет и чё не я хвататься не люблю вы знаете так загружается достаточно быстро водички чтобы его быть получше загрузить надо добавлять не буду вот то что там после нашего пришли его осталось она сейчас как раз и будет в этом плане работать он тяжелым так залипать не будет ну вот и хорошо все чудненько пошли на компресс но еще бриться уже будем начинать удачного раковину воды набрал где-то ориентировочно можно 30-35 надо никаких кипятков сейчас это хорошо она все это размочила ну и пока влажно еще давайте попробуем распределить чуть-чуть воды меняют картину практически сразу несмотря на то что под помазок мягкий не так уж и сильно поменяла эту картину моя рабочая обычная работа с ним то есть где-то кисти образные где-то чуть-чуть придавливая на массаж выходит но массаж он делает не за счет своего ворса как те же самые обычные барсуки ну или тот же к примеру 506 зенит он за счет того вакуума который вот он создает на некоторых помазках мягких помазках допустим вот миллеритма взять да они да несомненно тоже можно было бы их отнести для деликатной кожи если бы не одно но они чуть-чуть колется тут уже на ребята нужно смотреть здесь же никакой поколоты вот этой вот нет совершенно слова совсем то здесь просто вот это вот мягкое обволакивающее не сопля вот мягкое обволакивающее вот это вот все покрывало предлагаю следующее с одной стороны мы бреемся тройка четверкой а-ля тройка четверка другой стороны шестерка семеркой давайте наверное начнем ну что мы с тройки четверки сейчас у нас стоит на тройку первый проход ну вот так мы собираем пену видно да по сути могу сейчас все завершить не промывая станка то есть на половину лица его всяко равно хвалит промывается нормально ну вот сейчас стройки перекину на четверку хоть это неправильно обычно на понижение ставят кто любит такой способ бритья ну я сейчас хочу сделать наоборот так а чё лезвие то стал вытаскивать дурень так это у нас чего и посмотреть как она вот такая чуть более агрессивная ну вот и все обратите внимание у нас сейчас home like перевернут и циферка перевернута это значит мы перешли на повышенную агрессию конкретном данном станке четверка мыло после нанесения отчиряет часть своего запаха но я бы не сказал что это как-то критично то есть свою атмосферу она уже задала она уже как бы оставила след обращаю внимание что при длине головы 43 не мешает носогубной наоборот вы как вы вы Ну и третий, заключительный. Воды не стал добавлять, потому что на втором проходе я чуть-чуть это сделал и видел, что пена чуть-чуть жидковаться стала. Но вот сейчас просто тем, что было в помазке, ну и посмотрите какая прелесть. Вот она чуть-чуть, есть маленько. Продолжение следует. Так, ну все, этого красавца убираем в сторону. Ну вот здесь вот можно было бы одобрить и чуть-чуть здесь. Угу. Ну вот и все, переходим на следующую сторону, так омолодим чуть-чуть и судя по тому, что здесь есть, вот кстати смотрите, чуть-чуть подсела, да? Да, маленечко есть. Еще наберу мыло. Немного. Так, а здесь у нас сразу семерка. Вот почему-то образовалась двойка перевернутая стоит. Давайте наверное все-таки вернем в нормальное положение. Да. Вот так вот сейчас двоечки начнем. Ну и пока там есть волосы, почему-то хочется сразу на семерке попробовать. Поэтому переставлю плиту сейчас сразу на семерку. Попрячешь. Хорошо. 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 자연ер Jen dispar trze. Ну понятно семерка ТП эффективнее конечно будет. Повторяю, работаем на семерке. Сам себя поймал на мысли, что вот так вот держу штанок часто и нижняя и средняя вот эти вот помогают. Ну все и крайний третий. Да, буржуазная роскошь конечно. Ну вот здесь. Вот разве что вот в этом месте расширкануть. Ну и вот это вот мое любимое. Все компресс и оптошейф. Сейчас пока на компрессе сидел, у меня было два вопроса. Прошел ли алюминиевый, не прошел. Испытание и мыло. Вот по мыло у меня тоже есть вопросы. Ну давайте сейчас. Автошевик нанесем, заполируемся, пошубаем, что там, как там и уже будем определяться. Хотя в принципе по большому счету и так-то все ясно понятно. Но тем не менее, лишний контроль, он в этом не помеха. Где там бывает лишний не помеха? В кармане, да? Ух ты, он матового цвета, вот такого. Так, памятаю, что у нас морда лица мокрая, много не будем. Запах не его сильная сторона, он умеренно средний фармацевтическо-травяной, вот такой. Больше, вот между отличный и нейтральный, где-то ближе, вот нейтральный два с половиной, да? Отлично, пять, вот к троечке где-то, вот так. Ну, он, наверное, все-таки больше будет для тех людей, кто к запахам настороженно относится. Которым подавай так, больше без запаха. Впитывается быстро. Ну, естественно, никаких алкогольных дел там, то есть, нет, такого ничего не будет. Ну, и... Ну, вот, давайте смотреть. Дарин, 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 дарин. Вот такие вот, ребята, дела. Ну, вторая плита, там, где гипотетически 6-7, понятно, что выбрала лучше. За меньшее число проходов, да я не сказал бы. Примерно одно и то же. Бреет станок одинаково, что в нержавой, что в алюминиевой версии. Естественно, что нержавая 124, алюминиевая 41 грамм, как бы отличаются. Да, пожалуй, что прошел. Пожалуй, что прошел. Основные свои параметры он сохранил. 6-7 отрабатывает отлично. 3-4, да ничего удивительного. Есть ли разница между обычным роквеллом и этим? Ну, да, есть. Пускай не большая, но все-таки она очевидна, потому что, ну, мне кажется, что вот в этом вот резкости больше. Сегодня приедет Денис Деденко. Это вот друг товарищ, который помогал рисовать все это дело. Отдам еще ему, и он его послушает. Ну, как по мне, можно запускать и тот, и тот. Кто-то скажет, Иванов вообще нафига вам нужен? Он что, роквелломал? Ну, начнем с того, что, во-первых, цена будет в минус отличаться. Это будет дешевле роквелла. Первое место или второе, вот это поставить, это каждый решит сам. А вторая причина. Роквелл в первой по шестую, а здесь будет только выборка. Третья, четвертая, шестая, седьмая. То есть здесь заведомо те позиции, которые всем людям нужны. Кто-то скажет, а вот там пятерка, а здесь пятерки нет. Ну, да, здесь пятерки нет, зато семерка есть. Поэтому, ребят, я думаю, что он найдет своего покупателя. Тем более, что их не так уж и много будет. Все вместе, не больше сотни. И часть нержавых, часть алюминиевых. Алюминиевые все будут нержавые, все в полировку. Алюминиевая часть будет крашеных. Ну, как крашеных, это цементирование, то есть упрочнение наружного слоя. То есть это вот такое покрытие. А часть с финишем. То есть какой финиш, пока говорить не буду, лучше покажу. Вот когда покажу, тогда сами поймете, о чем идет речь. Так что станок, в моем понимании, испытание прошел. Мыло. Мыло, не понял. С одной стороны, вроде и претензий, как таковых-то нет. Потому что везде проходит нормально, везде проходит хорошо. Скольжение, да, есть. Если вдруг его мало, то оно тут же отыгрывает в сторону, да еще. На малом количестве работать категорически отказывается, просит добавки. Потому что если его не хватает, вплоть до того, что там аж чуть-чуть сырую резину начинает показывать. Хотя в принципе-то этого не должно быть. Вполне себе вероятно, что может быть я его набрал мало. Поэтому вот я бы в следующий раз, наверное, его еще раз взял и попробовал бы в чаши. Вот в чаши, как оно себе покажет. И с другим помазком. Не с синтетикой, с барсуком. С барсуком. Испытывая так, в тяжелых условиях. И посмотрим, что оно сделает. По скольжению, да, было. Но я бы не сказал, что это сильная сторона этого мыла. Для бритья вполне себе хватало. Но там не было такого по скольжению, чтобы сказать, да ты что, да там, ух, ху, ху, как раком до Китая скользить будешь. Нет, такого не было. Какое-то было. Но, возможно, это производное от того, что я немного набирал на помазок. Возможно, от этого надо еще поиграться. Запах. Тот запах, который нравился из банки, он оставался до первого нанесения. Как только вы начинаете брить, ввиду того, что он не очень сильный, после начала бритья вы этот запах вообще потеряете. То есть вы его практически не будете чувствовать. То есть, ну, то ли забудете о нем, то ли он сам растворится. Ну, короче, это не тот мыл, не то мыло, которое будет все бритье вам напоминать. А, я вот пахну так, вот, а вот на тебе, вот, нюхай. Нет, такого не будет, нет. А из банки приятно. Так, вот, на эту минуту, для самого себя, я вот больше склонен поставить этому мылу четверку. Для меня это чертовски удивительно. Потому что, раз уж это Стас прислал, ну, значит, как минимум украинское. Я еще ни одного мыла, которому я вкатал бы четверку украинского, еще не видел. Ну, то есть, ну, не было такого. Все, как минимум, пятак. Потому что хлопцы, что в Одессе, что девчата в Киеве, они как бы ух, прям ух. Ну, вот, это, скажем так, самый, самый непонятый мной вариант из всех тех украинских вариантов, которые я пробовал. Ну, я повторяю, еще в следующий раз будем разбираться. Обязательно его покладу в чашу. Крем или бальзам, или как это называется. Золотой Алтай компания выпускает. Живицы и кедровый, тарам-дарам, женьшеневый, тарам-дарам. Дима, огромное тебе спасибо. Но, глядя на эту упаковку, я не думаю, что он стоит дорого. Но, как он работает, еду-еду, не свищу, как наеду, не спущу. Сильно-то и не пахнет. Но, после того, как вы его нанесли, высыхает махом. Любой свой запах ставьте, пожалуйста, без проблем, хоть сколько. Никакой тебе липкости. Учитывая, что это крем, у меня было очень-очень-очень сильно большое опасение, что после того, как я его нанесу, где-то там, да у меня образуется испарина. Такое, да, часто бывает, потому что, ну, крема это, ну, не моя любимая стихия. Вот именно ввиду вот этого, то, что появляется какая-то испарина, которая мне неприятна, плюс еще липкость повышенная. Кто-то скажет, Иванов, меньше маш липкости не будет. Согласен, бывает и такое. Но часто бывает, что берешь сколько надо, а вот это вот, чмок-причмок, ходишь и ждешь, когда ж это высохнет. Хоть бегай по квартире, чтобы воздухом все это сушило. Здесь же такого нет. Минута-полторы, все, лицо сухое совершенно. Даже намека о том нет, что вы там наносили крем. Все высохло так, как будто вы хорошим лосьоном прошли. Удивительно. По заживлению, на сколько там килограмм живицы, и женщины, и прочих там вот этих вот всяких препаратов, сейчас сказать трудно, это, конечно, какое-то время бы попользоваться этим и было бы более-менее подручно говорить об этом. Но одно то, что это наше, одно то, что люди уже это делают, да и где, живица на Алтае. Но я не думаю, что здесь какой-то будет недовес или еще что-то, потому что, а где же ее еще брать-то, живицу, как не у нас в Сибири, да не на Алтае. Так что я думаю, что с этим все здесь в порядке, все нормально. По пятибалльной шкале, если брать, я бы, наверное, четыре с половиной поставил. По уходу он вообще пять. Вот на данную минуту, как дальше будет, не знаю, но сейчас пять. А вот все вместе в целом четыре с половиной, потому что, ну вот запах ядрен батон, конечно, мне бы вот тут такой, какой-то вот такой, знаете, не помешал бы. А его, к сожалению, здесь нет. Хотя то, что другому, вот кому-то это наоборот будет в плюс, ну а мне вот так вот. Ну что ж, ну все ж, на этом, пожалуй, будем завершать. Эти ребята испытания прошли, запускаем серию. Конечный результат вы все сможете увидеть через полтора-два месяца, когда это уже выйдет в галстуках, в манишках, в бабочках. Ну а вам всем добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пусть, кажется, всегда-всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Отписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok